В 9-й раз в Октябрьский район пришел Республиканский фестиваль фольклорного искусства Берагини. Причем если первый был просто праздником регионального уровня с представлением в основном взрослых коллективов, то второй приобрел статус областного, а среди его участников появились представители молодежи. Третий, уже республиканский, сделал акцент на подрастающее поколение. Еще больше расширилось количество участников в 2006-м, когда в Октябрьске впервые приехали зарубежные коллективы. В этом году Берагини прошла под эгидой ЮНЕСКО в рамках конвенции об охране нематериального культурного наследия. Более 20 самобытных коллективов со всех областей страны, а также России, Польши, Литвы, Сербии, Чехии – все это тоже наша Берагини. Хотя главное, наверное, даже не в статистике. Фестиваль в Октябрьском – это прежде всего настоящий праздник действительно народного творчества. Что ты живешь в Берагини, конечно, тут есть безумовно своя специфика к этому фестивалю, свой неполторный творчество. И то, что ЮН больше апеллюет до наших итогов, еще до христианских таких, которые берут свой подшаток самым-самым таким мифологичным в явлениях белорусов. По сути, в этом году Республиканский фестиваль Берагини – сразу несколько фестов, объединенных главной задачей – возрождение, сохранение и популяризация национальных культур. 13-й Республиканский конкурс дуэтов-исполнителей белорусских бытовых танцев, 7-й Республиканский турнир детских фольклорных коллективов, 1-й Республиканский конкурс инструментальных капелл, также 1-й Республиканский конкурс солистов-исполнителей белорусских народных традиционных танцев. Здесь нет профессиональных исполнителей, а поэтому некоторые элементы в их исполнении не всегда безупречны. Однако и по сложности наши танцы часто совсем не простые. Нужно не только знать, как их исполнять, но и находиться в хорошей спортивной форме. Мне просто нравится танцевать. Я езжу на все соревнования, я же был на Метелице в Минске, занял первое место. И эти движения, когда я занимаюсь, конечно, ноги болят, приходишь, очень трудно бывает. Мы стараемся, пытаемся. А так это можно танцевать любые, присядки, все делать. Как тебе в голове, что делать? Это белорусский национальный танец. Раньше дедынавцы танцевали, они на дискотеках танцевали, они еще не училия-то все. Головное то, что они отчувают. Когда они танцуют тот или иной, инший танец. Это самое главное. И мы, главное, эмоциональная сторонка этого танца. Я на есть ее нема. Когда я на есть, то мы отчуваем ее от знаки, которые идут от сердца. Сохранить богатое культурное наследие белорусского народа – одна из основных задач Берагини. Хотя и не единственная. Фестиваль в Октябрьском – это еще и масштабный проект по возрождению народных традиций. В связи с чем в обязательной программе – произведение устного и музыкального творчества, свойственное только конкретным регионам страны. По большому счету, Берагини – это демонстрация локальных культур, из суммы которых складывается культура национальная. Отсюда и обязательное условие ко всем участникам фестиваля – никаких современных произведений. Мы знаем, что, конечно, традиции Гомишчина, Гродниччина, намного сильнее Могилевчина, но мы тоже делаем еще возможность, чтобы вот эти традиции наших дедов, наших прадедов, бабушек, чтобы они сохранились. Именно в том варианте мы бы заметили немножко, что наш танец все время отличается немножко от традиционного, потому что нам характерны танцы своего региона. Я считаю, что это действительно, не нужно ничего копировать, а нужно танцевать именно свои танцы. Нам, конечно, эти танцы достались от нашей бабушки, ее уже нет в живых, но вот это она научила этим танцам нас. И мы вот по-прежнему поддерживаем это все, ездим очень много выступать на фестивали, на конкурсы, ну и всегда вот как бы привозим места, завоевываем. На четыре дня центр городского поселка Октябрьский стал большой фестивальной площадкой, значительную часть которой организаторы отдали народным умельцам и региональным подворьям. Сделие из дерева, картины, глиняная посуда – это для ценителей прекрасного и действительно самобытного. Вообще увидеть эффект от проведения таких культурных событий, как фестиваль Берагиня, легче всего на примере малых городов, где они не просто влияют на имидж населенного пункта, но играют роль, сравнимую с ролью городообразующих предприятий. Это девятый фестиваль, и мы имеем огромный опыт приема гостей различного уровня, в том числе, ну не говоря о том, что различные страны. При подготовке данного мероприятия, а это широкомасштабное мероприятие, продумывается все до мелочей, вплоть до изучения культуры того народа и той страны, которую мы принимаем. Соответственно, продумывается и питание гостей, продумывается проживание гостей. Если говорить о вопросах, я бы не хотела говорить о проблемах, не называла бы это слово «проблемы». Если говорить о вопросах, которые возникают, это прежде всего вопросы приема, как я уже сказала, питания и размещения гостей. Конечно же, такой городской поселок Октябрьский, как наш, небольшой городской поселок и район, в принципе, небольшой сельский район, не может похвастаться пятизвездочными отелями, уютными гостиницами. Выступление участников Бирогини в населенных пунктах Октябрьского района уже традиция. Хотя в Паречье до этого дня зарубежные фольклорные коллективы еще не приезжали. По письменным источникам эта деревня известна еще с 14 века. Вопросам культуры здесь всегда уделялось значительное внимание. С 1958 года даже совхозная многотиражка советская Паречье выходила. Что касается народного творчества, то сегодня здесь фольклорные коллективы выступают часто. Однако сербские напевы в этой белорусской деревне прозвучали впервые, причем в окопельном варианте. Именно так в Сербии пели почти тысячу лет тому назад. Сербия в Сербии Огромное влияние на развитие культуры Сербии оказали Византийская империя и православная религия. В целом, сербские обычаи и национальные традиции весьма близки остальному христианскому славянскому миру. Судьба сербов трагична и героична одновременно. Ни одна война, прокатившаяся по европейскому континенту за последние два тысячелетия, не минула этой маленькой страны. И вместе с тем, несмотря на все трагические страницы истории, это гостеприимный и открытый народ, представляющий на Бирогине свою культуру и интересующийся традициями других участников. Очень красиво, очень красиво. Вообще фестиваль так хороший, много людей в мире пришло, ансамбль в мире, значит, из России, из Чехии, Польши и Белоруссии тоже. Конкурс музыкальных инструментальных капелл в рамках Бирогине прошел впервые. Это тоже одна из возможностей ознакомиться с древним искусством, только на этот раз уже белорусским. Вообще белорусская музыкальная культура до 20 века практически не изучалась и не была известна, а ее историю обычно отсчитывали только с 1917 года. Это белорусские гусли, и он изначально существовал в стародавних капеллах и сопровождал дуду. Происхождение практически как у цимбал, это как одна из разновидностей. Ну и в русской музыке тоже есть гусли, только там немножко они отличаются. Это вот разновидность белорусских именно гусли. Они достаточно редко встречаются на самом деле у нас в Белоруссии, на самом деле единицы. Ну, достаточно просто научиться на них играть, даже их делают, ну, достаточно просто сделать так же. Первое упоминание дуды, местного варианта знаменитой валынки, в старинных белорусских текстах относится к 15 веку. До середины 19 столетия дуда была самым распространенным инструментом и активно использовалась в белорусской народной музыке. Наиболее разрушительным для дуды периодом принято считать 20-30 годы прошлого столетия. Именно в эти десятилетия ушли из жизни многие известные носители традиционного дударского исполнительства. Специфический и неповторимый репертуар безвозвратно утрачивался. Кроме того, вместе с носителями дударской традиции были почти полностью утеряны важные секреты изготовления инструментов. По большому счету, возрождение этого сакрального инструмента началось только в этом столетии. МОЛОДЬ 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 Фестиваль «Берагиня» – это не только выступление коллективов, но и возможность встретиться профессионалам из разных стран. Чтобы за круглым столом обсудить вопросы развития фольклорного движения. ПЕСНЯ 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 Еще одна задача – популяризация действительно народного творчества и региональных традиций среди молодежи. Только так можно говорить о реальности сохранения аутентичных культур. ПЕСНЯ 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 с ноги музыку на слух. Рудобельские зорышки – участник международных фольклорных конкурсов в Беларуси, Украине, России и Германии. Стипендиат премии президента. Фестиваль «Берогиня» объеден в окол себе у всех нас. Это гонор нашей октябрьщины. А коллектива Рудобельские зорышки, можно сказать, является застрельщиком этого фестиваля. И он прошел на вот несколько этапов. И великий уклад к нам у коллектива унесли носбиты, знавцы традиционной культуры. Среди таких носителей Варвара Верас, умершая в 2014 году в возрасте 89 лет. На нынешней «Берогине» ее преемницей стала дочь Майя. Она же представила «Варшину сядибу» – своеобразную выставку о человеке, несшем значительный вклад в развитие региональной культуры. Сами участники Рудобельской зорышки назвали эту презентацию связью поколений и символом того, что заложенные в 1998 году традиции «Берогине» будут продолжаться. Кстати, на выставке декоративно-прикладного творчества этот проект получил диплом первой степени. Церемония награждения победителей – последний пункт в программе 9-го республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берогиня-2016». Сегодня его участники уже находятся дома и готовятся к новым конкурсам. Однако обещают обязательно приехать в Октябрьске на следующую «Берогиню», которая, вероятнее всего, пройдет уже в статусе международной. Мы сегодня готовы принимать новые и новые коллективы. Сегодня это почти тысячи участников. Мы, конечно, всем хотим сказать огромное спасибо, что они нашли возможность, нашли средства для того, чтобы приехать и показать белорусам и не только свое творчество. Всем гостям и участникам огромное спасибо, и мы снова ждем не только в год культуры, в нашей родной Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok